Гражданских расстреливали на улице. Такие случаи тоже были. Было небезопасно. Но хочу сказать, что к этому тоже привыкаешь. Именно так описывает жизнь в оккупации 33-летняя Дарья. В Чернобаевке в окружении вражеского войска женщина пробыла до 30 июня. Говорит, видела и постоянные обстрелы аэропорта, и кучу пьяных россиян. Но труднее всего было видеть предателей среди своих. Война показала разные стороны людей. И не всегда они были положительными. Не всегда были такими, какими мы считали, что эти люди есть, к сожалению. В оккупации Дарья передавала нашим военным координаты дислокации российских войск. Все надеялось на освобождение поселка. Но каждый день пребывания в Чернобаевке становилось все опаснее. Женщина решилась на эвакуацию. Лишь чудом она смогла преодолеть 36 российских блокпостов и наконец-то увидеть наш флаг. Вот наша родина, вот наша воля, вот наша свобода. И это очень классно. Когда увидела наших ребят, наших солдат, они хорошие. Там российские, они очень такие специфические. Возможно, мое отношение такое, но выражение их лица, оно злое. Выраз их лица, он злый. Когда добралась до столицы, нашла работу, но тревожные новости с фронта не давали покоя. И женщина решилась вступить в ряды в СССР. Увидела объявление о подборе в армию. Я максимально быстро старалась учиться. Ребята уже были подготовлены некоторые. Я выходила самостоятельно и тренировалась с автоматом. Самостоятельно старалась физподготовку свою держать на уровне. Потому что понимаю, природу ты не проведешь. Дарья прошла отбор и попала в одно из подразделений Азова. Здесь она единственная женщина. Договорилась с ребятами, что мы на равных. Что максимально я выполняю то же самое, что выполняют они. Всегда будут оберегать. Хотя говорят, да, ДШК, ты наш по-братим. Но я понимаю, что у них отношения ко мне немножко по-другому. Женщина служит в штурмовой бригаде. И первая военная задача была на ее родной Херсонщине. Классно вернуться туда, но очень тяжело было проезжать по тем дорогам, по которым я проезжала раньше. И видеть эти необработанные поля, видеть эти дома, эти села, которых уже не существует. Ибо они разбиты. Затем был Донбасс. Ожесточенные бои под Бахмутом. Неделя в окопах. И в минус 11 градусов Дарья обморозила ноги. Командир настоял на лечении. Сейчас женщина на реабилитации в Прикарпатье. Три-четыре дня ты даже шлем не снимаешь, потому что нет возможности совершенно. Ну, броник ты не имеешь права его снимать, потому что это твоя непосредственно безопасность. В этой клинике, говорят медики, почти все азовцы. И только здоровье идет на улучшение, сразу просятся назад по братимам. Тут нет таких, что имитуют заболевания. Здесь нет таких, кто имитирует заболевания. Они полечились и уже готовы. Мне кажется, что сейчас, если пройтись по нашим палатам, большая половина или даже и все, только выпишите меня, и я уезжаю. Вернуться к своим планирует скоро и Дарья. Мотивация одна. Вернуть свой дом и вернуть ту жизнь, которая у нас была. Продолжение следует... Продолжение следует...